Привет! Меня зовут Ярослав. Я студент факультета гостеприимства Института отраслевого менеджмента. Недавно я был на твоем месте, сдавал ЕГЭ, выбирал образовательную программу и планировал поступление в президентскую академию. В этом ролике я поделюсь личным опытом и расскажу все о правилах приема на программы бакалавриата в 2024 году. Ты узнаешь ключевые даты приема, какие документы нужны для поступления, способы подачи документов в академию, минимальные баллы на бюджет и договор, преимущества, которые дают индивидуальные достижения, информация о вступительных испытаниях на отдельные программы института, о скидках и льготах на обучение, а также об образовательном кредите Сбербанка. Начнем с главного, с ключевых дат приема. Запоминай! Уже 20 июня в президентской академии стартует приемная кампания. Имей в виду, сроки подачи документов и условия зачисления разнятся в зависимости от основы и формы обучения, бюджет или договор, очное или очно-заочное. Если ты поступаешь по результатам олимпиад или ЕГЭ, подать заявление на обучение на бюджет можно до 25 июля включительно, если по внутренним вступительным испытаниям академии до 10 июля. 27 июля на сайте будут опубликованы конкурсные списки. Зачисление пройдет в два этапа. Приоритетный для поступающих в рамках особой, отдельный и целевой квот и основной. До 28 июля тебе необходимо подать оригиналы документов для приоритетного этапа зачисления. Уже 29 июля будет опубликован приказ о приоритетном зачислении. До 3 августа необходимо подать оригиналы документов для основного этапа зачисления, а 7 августа будет опубликован итоговый приказ о зачислении. Важно, сроки поступления на бюджет, на очную и очно-заочную форму одинаковые. Небольшой совет. Даже если ты на 100% уверен в своих силах и баллах ЕГЭ, лучше подать документы еще и на договорную форму обучения. Это увеличит твои шансы на поступление и послужит подстраховкой непредвиденных ситуаций. С договором все иначе. Для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ, прием документов будет открыт до 15 августа и до 1 августа для тех, кто поступает по ступительным испытаниям Академии. 16 августа Академия сформирует конкурсные списки. До 18 августа необходимо принести оригиналы документов. 21 августа будет опубликован финальный приказ о зачислении. Если ты поступаешь на очно-заочную форму обучения по договору, то сроки немного другие. До 15 августа открыт прием документов для поступающих по вступительным испытаниям, а до 20 августа для поступающих по результатам ЕГЭ. 23 августа будут сформированы конкурсные списки. До 26 августа тебе необходимо принести оригиналы документов, а уже 28 августа выйдет приказ о зачислении. Документы в 2024 году можно подать четырьмя способами. Лично прийти в приемную комиссию Академии, через кабинет абитуриента на сайте Академии, через единый портал государственных услуг, с заказным письмом через отделение Почты России. Напомним, что подать заявление о приеме можно в пять вузов. В Академии поступающие вправе участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям или направлениям подготовки. А теперь давай разберемся, какие документы необходимы для поступления. От тебя потребуется Личное заявление Заполняется через личный кабинет на сайте Академии или с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг Согласие на обработку персональных данных Паспорт Документ об образовании СНИЛС Документы, подтверждающие индивидуальные достижения А также иные документы, подтверждающие особые преимущественные права Немного Расскажу про индивидуальные достижения Индивидуальные достижения поступающих Учитываются при приеме как на бюджет, так и на договор, на все формы обучения Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, добавляются к сумме конкурсных баллов Максимум, который может быть начислен за индивидуальные достижения 10 баллов Даже если сумма ваших баллов его превышает За одно индивидуальное достижение ты можешь получить от 2 до 7 дополнительных баллов Полный список ты найдешь по ссылке в описании ролика Ты наверняка уже знаешь, какие экзамены необходимо сдать для поступления на интересующие специальности В институт отраслевого менеджмента можно поступить по следующим предметам ЕГЭ Русский язык Профильная математика История Общество знания Иностранные языки Информатика и ИКТ Набор ЕГЭ отличается в зависимости от программы На слайде представлены минимальные баллы для поступления в академию На бюджет, договор, очную и очно-заочную формы обучения Если ты получил диплом СПО и не сдавал ЕГЭ У тебя есть возможность поступить по внутренним испытаниям на программы факультета инженерного менеджмента ИОМ Технологическое предпринимательство и международный технологический бизнес Для поступления на другие факультеты института тебе понадобятся результаты ЕГЭ Если ты иностранный гражданин, то тебе доступно поступление по внутренним испытаниям академии на все программы института В институте отраслевого менеджмента действует гибкая система скидок Например, в зависимости от суммы набранных на ЕГЭ баллов Абитуриент, не поступивший на бюджет, может получить скидку в размере от 10 до 80% Также действуют социальные скидки до 20% на весь период обучения Положение о скидках с подробным списком оснований доступно на сайте академии Если вам не хватило баллов ЕГЭ для поступления на бюджет А обучение на платной основе слишком дорогое Есть выход Взять в Свербанке кредит с господдержкой под 3% годовых До конца учебы достаточно платить только проценты Основной долг по кредиту можно закрыть в течение 15 лет после получения диплома Кредит не обязательно брать сразу после поступления Можно сделать это на втором или третьем курсе Правило льготного периода будет действовать и в этом случае Предположим, ты выбрал программу технологическое предпринимательство В 2023 году стоимость обучения по ней составляла 330 тысяч рублей в год В таком случае ежемесячный платеж составит от 330 рублей в месяц Я постарался ответить на часто задаваемые вопросы о поступлении в 2024 году Если у тебя остались еще вопросы, задай их нам напрямую по телефону или на почту Желаю удачи в поступлении и ждем тебя в Институте отраслевого менеджмента Президентской Академии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok